And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. И станет сущее зловонной Клоакой. Господи, это б сломать блогеров вышел. Что? Дерьмодемон. Ни один рожденный в мире. Попил бабла, бесконечная реклама, бездарная актерская игра, дегенеративный сюжет и промотирование самих себя. Что тут непонятного? А то, блять, фонд кино, просто объясните, есть ли хоть один человек в вашем сраном совете, который мне объяснит, с какого хера кто-то решил выделить деньги на этот фильм? Пускай 20, пускай 10, пускай даже 1 миллион. Кто, блять, в здравом уме решил, что выделять деньги на этот фильм рационально? Почему не Быкову? Почему не Шамирову? Почему не Каримову? А на фильм взломать, блять, блогеров? Может быть, этот фильм социально значим? Может быть, он развивает? Может быть, он продвигает что-то хорошее? Ну, давайте узнаем. Фильм стартует с абсолютного самокопирования бигмамбетовского же проекта у братья с друзей, вплоть до ходов с музыкой. Разве что музыка другая. Девочка по имени Саша Спилберг могет в фотошоп и там накидывает всякое. Потом эту фотографию с пометкой без фильтров она постит ВКонтакте. Видишь юмор? Нет. И я не вижу. А он есть. Кто такая Саша Спилберг? Она фотошопер, она школьница, она наркоманка с ребенком. Дело в том, что в фильме нет экспозиции. Вообще нет. С чего зрителю смеяться, если он не понимает контекста? Это Саша Спилберг, сухоя? Иван Гай и Марьяна Ро. Про них знают все. Они как Иисус. Аминь. А если это настолько узконаправленный фильм для фанатов определенных личностей, которым не нужна экспозиция, то с чего государство выделяет деньги из налогов на пиар этих самых личностей? I don't know. В комментарии под фотографией сразу же набегает толпа хейтеров, которые шутят шутки, делая гиперссылку на лоб героини. Льется поток унижений и оскорблений. Ну а я пока не забыл, тоже хочу зайти на ее страницу и спросить про господдержку фильма «Взломать блогеров». И да, без музыки никуда. Так, Скорпионс говно, Система Федаун говно. А вот это хорошо. Вот так еще лучше. Кстати, этот обзор тоже стоил полмиллиона долларов, как стоил фильм «Взломать блогеров». Блять, не тот. Так, вот она. Где здесь комментарии можно оставить? Может на Ютьюбе? Везде комментарии отключены. Но это не проблема, ведь по сути персонажи фильма не являются персонажами, из жизни. Саша удаляет пост, ну а сама хочет записать поздравления в честь четырех миллионов подписчиков на своем канале. На этом и строится юмор, ведь записать видео с первого раза не получается. Поблагодарить вас за четыре миллиона подписчиков. Саша, кушать будешь? Пап, ты издеваешься? А че такое? Можно я досниму видео и потом пойду ездить? А можно при дубляже своего персонажа в губы попадать? А че такое? Да ничего. Вы вроде как это в кинотеатрах показываете, а не на своих Ютьюб-каналах. Вы правильно поняли, будни обычного блогера с хреновой камерой и рассинхроном показывают в кинотеатрах. По завышенным ценам на билет. И нет, это не IMAX, и это не 3D. Это захват рабочего стола. Да-да, ругали дизлайк Руминова с Машей Вэй, дескать, там тупость и беготня глупая. А теперь смотрим на захват экрана бандикамом. В общем, у Саши что-то ломается на компе, и она звонит спецу по компам. Не спишь? А, эээ, нет, я... Не, ночь же, но я не сплю, я же, я же сама. Ночь же. Глядя на пересвет лица истинной, кто-то может сказать, Господи, им было настолько похер, что они отсняли днем ночные сцены. Ребят, вы не правы. Эту сцену они снимали ночью, в кромешной тьме. А свет от переизбытка энергии. Дело в том, что во Франции зажглось второе солнце. Почему? Откуда энергия? Так там братья Люмьер в своих гробах вертятся. Спец помогает наладить комп, а параллельно с этим зрителю демонстрируют очередные пренебрежительные комментарии в сторону героини. Тем не менее, поведение героини не особо отличается. Ты самый лучший друг, и пиши мне, звони в любое время, и ни в коем случае не стесняйся. Хорошо. Да-да-да. Ой, слушай, извини, пожалуйста, мне звонят параллельно. О боже, нужно время. А нет, забудь об этом, все кончено. Тебя поимели. В переносном смысле. Почему? Потому что ты бездействуешь. Ты такой чертовски славный. Саша продолжает монтировать свой ролик, но раздается звонок. Это звонят лучшие друзья Саше. Ивангай, и его девушка. Привет. И как это называется, Саша? Это называется скайп. Оказывается, что Саша не поехала снимать какой-то там совместный ролик, из-за чего парочка бугуртит. Саша оправдывается, дескать, я монтировала все это время. Ты была в боулинге. Ты отмечена на куче фотографий в инстаграме. В каком боулинге? О, фотографии из монтажной. Эд, простите меня, что? Вам что, было лень доехать до боулинга? Использовать хромак? У вас, блядь, бюджет 35 миллионов рублей. Это что за хуйня? Просто посмотрите на это. Это действительно кадры из фильма. Хотя бы вместо обычных стоковых использовали бы мемасные. Идеально. Игнор съемок ребята прощать не хотят. И обещают выложить ролик, который сняли без Саши. Хаю-хай, с вами Иван Гай. И добро пожаловать в супер-мега-эпик-влог. Специальный гость. Супер-звезда. Саша Спилберг. Привет. Я вот стою, не могу налюбоваться. Столько сильный ветер иногда сдувает. Ну что ж, реалистичная демонстрация современных блогов. Правда, монтажных склеек куда меньше, чем обычно. Это я понял по невредимому эпилептику. Идите в G. Саша хочет заблочить друзей, но она исчерпала количество запросов. Звонит своему другу, но в том взагорала гордость. Поэтому Саша сама хочет хакнуть компы бывших друзей. Для этого она кликает по ссылкам, которые были уже открыты, судя по цвету шрифта. Хотя к чему я придираюсь, когда тут каждый персонаж в скайпе дергается с изменением позы и выражения лица так часто, что я начинаю подозревать, что ребят снимали портень. И больше одной фразы они запомнить были не способны. Было сложновато запоминать несколько страниц А4 с текстом. Да не, не все нормально, сука миленькая. Это, это кино. Я все устроил, здесь можно не заполинать. Подождите, мы все должны стараться. Выделили деньги, и поэтому каждый... Вы подстрелили разносчика кофе. Зачем? Ведь давно уже не 90-е. А, да, точно. Новая эра, сука. Ну или это монтировали по Брайлю. Легендарный международный бренд бижутерии и аксессуаров Клеерс теперь в России. А эту рекламную херню вы можете купить на карту Сбербанка, которую мы рекламировали в начале. Молодежная карта Сбербанка. Такая же, как и обычная карта, только наши операторы разговаривают с вами как с малолеткой. Важное, я нормально отношусь к рекламе, когда она появляется в чем-то хорошем или способствует появлению чего-то хорошего. Матрица. Nokia 8110. Дайте две. Назад в будущее. Pepsi. Налейте стаканчик. Ирония судьбы Тимура Бекмамбетова. Майонез Калева. Я сцежу тебе своего майонезу. Плохой пример. К слову, никакого смысла в этой сцене больше нет, только реклама. Ведь вирус Саша получает через электронную почту. Хаю-хай, с вами Ивангай, и добро пожаловать к... Настал час, ха-ха. Вперед, ребята. Запускаем музыку для настроения. Слушаюсь. И вперед. Ничего не надо. Темпер, темпер, темпер. Да, именно так выглядит вирус, когда ты под метаквалоном. Аквалоном. Миней пароль, пожалуйста. Не упомanken. Чтобы сыграть чуждого тебе персонажа, нужен талант. Чтобы отвратительно сыграть саму себя, таланта нужно не меньше. Наташа, Наташа, ты моё сердце и душа. Алё? Просто тебя, сука, не позвали сниматься! Ты сидишь там на жопе и завидуешь! А что, если бы позвали, мне со стула вставать бы пришлось? Весь фильм — это запись скайпа. Чё такое скайп? I don't know! Вирус открывает в скайпе доступ для запросов в друзья. И, естественно, добавляются все. Алё, это Саша Спилберг? Нет, нет! Меня кто не слышал? Да, да, потом пересмотреть! О, привет! Подожди, не отключайся, не отключайся! Давай, Саша Спилберг! И фига себе! Эта сцена, кроме самолюбования, ничего не несёт. И у меня вследствие этого вопрос. Может, стоило взять фамилию немного другого режиссёра? Здравствуйте, ребятки! К слову, среди звонивших засветился и сам режиссёр этого дерьма. Он, кстати, один из режиссёров фильма «Страна чудес». Тарелка, блять, сырная! Вот он, Максим Свешников. Максим, вы самим фильмом «Взломать блогеров» всем всё показали. К чему эти пасхалки? Ну что мне, обосраться, что ли, а? Саш, что раз разогрели уже. Пап, ну ни разу не вовремя! А вот кричать на папочку – грех! Победят ли повстанцы империю? Донесут ли хоббиты кольцо в морда? Покушает ли Саша Спилберг? А чай не доводит героиню до ручки, и она звонит своим бывшим друзьям. Это уже слишком! Вы перешли Рубикон! Понятно? Мы перешли Рубикон! Мы перешли Рубикон! Рубикон, регресс, хороший вкус. Не следует употреблять слова, значение которых не знают ваши подписчики. Вы меня взломали! Я даже зайти никуда не могу! Малолетки сумасшедшие! Думаешь, как у тебя свои проблемы? У меня взломали твиттеры! Мне пришло письмо с вашим дебильным видео! А нам пришло письмо от тебя! Эмейл хай-хай вангак собака. У него почта другая. Ну что, Саша, у меня имейл вообще-то ванила Айс1996. Если у него почта, блять, другая, каким образом хакер смог вложить в свое письмо ролик, который есть только у Ивангая? Не, ну ты видел, сука, видел? Мы действительно сфейлили, ведь на этой тупости сюжет строится. Ну ты достукался. Вместо объяснения следует еще одна отсылка про ванилу Айса. Отсылка, которую поймет разве что Богдан Титамир, но никак не целевая аудитория фильма. Хотя и целевую аудиторию обижены не оставляют. Каждый день кто-то угрожает набить мое чудесное личико. Слой морду. Я еще в пятом классе понял, что красота это не дар, это проклятие. А ты вообще в школу-то ходил? А ты хочешь что-то тебе врезать сейчас? Да, будешь в 15 тысяч первый, кто хочет мне врезать? В очередь. В этом утром просто идеальная пара. Блять, блять. Я сколько жил, я никак не думал, чтоб такое ебанатство попаду. Вы откуда все прилетели? Вы же, я не знаю, вы же в тех же школах учились, а? У тех же учителей, у тех же, блять, родителей, почти мои ровесники. Нахуй, а? Как ты-то получился? Вторая блогерша, которую зовут Марьяна, вычисляет IP-адрес и выходит на сайт, который зарегистрирован по этому адресу. Я нашла этого чувака. Сейчас одного IP-адреса. Удивительно. Хакер утерши нос Альтрону и его не найти. При том, что мы в центре веб-паутины. С этого сайта Саша скачивает антивирус, который называется помощником. С сайта, который скинул тебе вирус, ты скачиваешь что-то, что выдает себя за антивирус и устанавливаешь на свой комп. Что-то подсказывает мне, что ученой ты не станешь. После установки на рабочем столе появляется тот самый помощник. Я не могу просто так вернуть ваши аккаунты. Для начала мне нужно подтвердить ваши личности. В смысле? Прямо. Я же не знаю, что вы это вы. Набери в Википедии Саша Спилберг, Ивангай, Марьяна Ро. Увидишь нас? Что ж, давайте так и сделаем. Родители. Александр Балковский, Стивен Спилберг, Кейт Кэп Шоу. Веселая была вечеринка. Эта статья предлагается к удалению. Так, так. Вот. Псевдоним Спилберг она выбрала неспроста. Да, Саша начала снимать видео еще с 8 лет, поэтому ей присвоили фамилию известного режиссера. Ну, действительно. Мои любимые куклы, челюсти. Отсоси Спилберг. Ну, в смысле, режиссер. Девушка впадает в депрессию из-за нехватки друзей и берет псевдоним датского предка. Спилберга. А дальше окажется, что у ее мамы девичья фамилия Спилберг. Затем Сашу отправили в интернат, где она встретила свою первую любовь. Но Ромео и Джульетта современности были вынуждены расстаться из-за большого расстояния. Вот именно эта, блять, информация и нужна в энциклопедиях. К сожалению, помощник оказывается не тем парнем из интерната, и поэтому он не верит. Он предлагает подтвердить свою личность тестом и прислонением глаз к вебке. В надежде на то, что идентификация не дойдет до того, чтобы засовывать флажки куда не стоит, ребята следуют инструкциям. После чего Марьяна превращается в херовую анимацию. Это что за фигня, я вас спрашиваю? Чего? Чего, блять? Сначала ребята думают, что это розыгрыш, но потом все понимают. А Марьяна хочет вернуться из херовой анимации обратно, в реальную жизнь. И поэтому избивает помощника. Смотри, слена, я же цифровой, меня нельзя убить. Зато можно получать удовольствие от процесса. Её религия – кровавая жестокость. Мои глаза! Избиение беспомощного длится, пока помощник не вызывает друзей. Чё вы ставились? Это отсылка Это отсылка К заводному апельсину Стэнли Кубрика Просто объясните зачем Зачем Кто, блядь, из всей плеяды Восьмилетних оценил Эту отсылку Стэнли Кубрика заводного апельсина, да к нему же отсылка Да, да, мне кажется к нему Блин, так я не люблю манную кашу Кто, блядь, вообще в кинотеатре Мог её оценить Блядь, для кого Вы знали, вы знали Что кроме детей Ваш фильм будут смотреть взрослые люди Которые любят кино Вы специально для них Чтобы просто позлить Это добавили Ну окей, окей, я купился Один ноль вашу пользу Продолжим На помощь своей девушке бросается Ваня Тоже проходит тест, становится херовой анимацией И вместе с Сашей Кубрик ребята побеждают сраную отсылку Спасибо, это было очень храбро Ну? И очень глупо Почему? А вы уже знаете, как вернуться обратно? Да, Саша, конечно же знаем Ваня, следи за своей девушкой Ты же тут мужик Хорошо Заранее отвечу на вопрос Почему так часто в этом фильме поднимается тема мужественности Вани? А он такой мужественный, когда сердится Ты настоящий мужик Мужик Хорошо Фильм взломать блогеров Это, кроме всего прочего Экранизация сказки Фрэнка Баума Волшебник страны Оз Именно поэтому вирус в системе у них называется Оз При съемках название у фильма было другое Как не пытались они блюром это скрыть Поэтому Ваня называет херовую анимацию Манчкинами Вроде сработало Манчкины исчезли И именно на волшебника страны Оз просили денег у государства Новая версия волшебника Оз Как бы там был Оз А у нас Оз Операционная система Ну смешно Играю насрать Смешно нет И именно поэтому Ваня в фильме тупой Окей, Гугл Как выбраться из компьютера? Гугл, как? Он не слышит тебя Окей, Гугл, как выбраться из... Подожди, ты дурак что ли, эй? Он почему-то отождествляет с собой и льва, и пугало Он ищет мозги и храбрость Саша предположительно является дровосеком Ведь она агрессивна ко всем В особенности к человеку, который в нее влюблен Она по сути ищет сердце А Марьяна Ро Она блогер Она ничего не ищет И ей в принципе ни хера не надо Кто-то может предположить, что фонд кино обманули Ну действительно, идея осовременить произведение Фрэнка Баума интересна А совет фонда просто не знал, на что дает деньги Посмотрите на это Эскизы, та же Татошка, манчики, на которые населяют этот мир Просто посмотрите на рисовку, на общий подход к эскизам Нет, серьезно, вот серьезно Пять стадий Бэткомедиана Стадия первая Охуение Ну нет Ну не могли же они в фонде кино на эти ебланские эскизы выдать денег Стадия вторая Негодование Ааа, продажные твари! Не фильм, а бездарщина для дегенератов! Стадия третья Торги Нет, ну он, наверное, не самый плохой фильм Все-таки будут и хуже Стадия четвертая Тлен Господи, мы на дне Стадия пятая Принятие Сделай обзор на это дерьмо Марьяна и Ваня, из-за того, что они херовая анимация, а Саша нет Заново запускают процесс поглощения в виртуальность Ну а Саша Кубрик настолько глупа, что не догадывается закрыть ноутбук или уйти с направления вебки Заканчивается это ожидаемо Ты все контролируешь, контролируешь ситуацию, ты над ней Пока ты в жопе в детском мультфильме, я вахую в реальной жизни Ну я не знаю, позвали бы гоблина на озвучку хотя бы Фильм-то детский Кто это п***нул? Никто, да? Это матерь божья сказала, еб***ь, я вро Заебись Да я вас б***ь до смерти задрочу У меня куча подписчиков, я им нужна Они очень расстроятся, когда узнают, что я пропала Появляется Марьяна и Ваня И естественно начинается драка В очередной раз прерываемая тупостью Вани Слушай, а может нам стоит разойтись? Нет, Марьяша, не бросай меня А спонсор этого обзора Ирония Ирония Жестокая ты, сука Объяснение, эта пара разошлась и интернет какого-то черта затрендовал этим все Серьезно, кому какое дело Не будьте такими злыми А, хорошо, люблю тебя Конечно же, все подводится к пиару Пиару блогеров и карты Сбербанка Вот класс Да сделайте потише Кайфов на юбиле Господи, я никогда тебя ни о чем не просил Но пожалуйста Сделай так, чтобы этот фильм про трех блогеров Никогда не выходил Но Да легко На данный момент не существует ни одного фильма про видеоблогеров И потому Тимур Бекмамбетов на государственные деньги Приступил к съемкам фильма про пятерых блогеров Выкуси, грешник Теперь блогеров пять, спасибо На самом деле шесть, но Саша с восьми лет снимает, она больше режиссер Мне просто пришло письмо от Вани на почту Просто ребятам заняться нечем И они просто залазят на разные дурацкие сайты Просто Ваня Кто-то на это разновидет Просто убедит Просто смеются Просто, просто пиздец Мне интересно, этот фильм можно подвести под статью Доведение до самоубийства? Эммм Нет, сделать это будет непросто Спустя пару минут агрессии до звонящих доходят Они разговаривают с пустой комнатой Неужели? И троица понимает, что их теперь нельзя увидеть и услышать А значит, рассчитывать надо только на себя Поэтому втроем они идут избивать беззащитного помощника На! На! Ау! 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 Подождите, остановитесь! Ау! 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 Ну, давайте, доставайте нож, отрезайте волосы Странно, что тут случаи из Новосибирска никто смешным не посчитал Тоже вроде втроем били Кстати, избиение в этом детском мультфильме приводит к чему-то хорошему Помощника отправляет героев к создателю вируса Последний обитает в Макосе Зверь Эдишн И является Смайликом Смайлик сделал свое дело Зачем Смайлику это нужно? Ну, в общем, как объясняют создатели Смайлика в детстве не пускали за компьютер И водили на всякие секции Как-то раз он таки пробрался к компьютеру И отцифровал себя в электронный мир Ну, а через аккаунты наших героев Он планирует распространить вирус по компам подписчиков Дабы те тоже отцифровались И получить друзей Великолепный план Просто охуенный, если я правильно понял Надежный, блять, как швейцарские часы За пару часов полмира людей станут его компьютерными человечками Полмира? Ну, да Вас ведь полмира смотрит Тому доказательство, например, последствия Зова Ивангая Нас огромное количество газа Уже практически 10 миллионов Поэтому рейтинг фильма Мы можем сделать абсолютно легко Не запариваясь Мэээ-э-э-ни, саккаун ПОСРЕДСТВЕННО Выясняется, что через несколько минут ноутбук Марьяны выключится а вместе с ноутбуком и сама Марьяна Если убьют в Матрице, умрешь и здесь. Тело не живет без мозга. Но Сашу волнует другое. На этом компьютере вся моя жизнь. Я не собираюсь ее отдавать. А моя жизнь может прекратиться через 5 минут. Какие у тебя предложения? Сесть и поплакать? Слезами горе не поможешь. Может поспорим, псина? Ребята ссорятся и расходятся. Ну а компанию Саши составляет помощник. Я могу вам чем-то помочь? Очень в этом сомневаюсь. Есть мимосики смешные. Мимосики. Интегрэм. Что там еще популярно у молодежи? Одноклассники. Не вайся, не вайся, дочка. Все сделаем по-молодежному, сука. Довольно будешь. Не стыдно, чтобы. Поесть трубку, говорит. Технику, сука. Нет связи. Помощник говорит Саше, мол, вы помиритесь, и герои мирятся. Вот коза. Я тоже тебя люблю. Черт. Я только сейчас поняла, что мы как динозаврики. Тоже вымираете? Герои пытаются вырубить вирус. Но он не дается. Что же можно сделать? Срубить бабла на рекламе, пока фильм не закончился. Запускай. World of Tanks? Ты серьезно, Вань? Они могут остановить нас, но никто не остановит мой квас. Что? Танк Клим, Ворошилов 1С. Создатели World of Tanks размещают рекламу там, где, по их мнению, аудитория игры. Теперь я понял, кто играет в танки. Какого хрена? Я еще не завел там аккаунт. Герои на танке приезжают в обиталище Смайлика, и звучит первый выстрел. Смайлику плевать, и он за секунду уничтожает танк, как это рекламное размещение уничтожает уважение к студии Wargaming. И герои вновь не знают, как выбраться из компьютера. Только на этот раз время Марьяны подходит к концу. Что? Подождите, подождите! Я так еще не успела! Да я вообще ничего не успела, мам! Марьяна! НЕЕЕЕЕЕТ! После отключения Марьяны от Матрицы, Ваня, видимо, забирает ее мозги себе и разрождается речью. Вирус, дескать, можно задодосить множественными запросами. Но... Здесь я размыкаю цепь. Не закрывай! Неееееееет! После чего приходит отец Саша и пытается вырубить компьютер. Несмотря на то, что у него это не получается, он тут же уходит, бросая все попытки выключить компьютер. Он не чувствует ни жалости, ни сострадания, ни страха. И его никак нельзя остановить. Никак. Ну и Саша набирает спицу по компам, которого она отшила в начале. Парень ее по какой-то причине слышит, и она убеждает его, что стала дешевой анимационной моделькой, которую сделали люди на скорую руку без желания и таланта. Парень смотрит на модельку и убеждается в этом. Можешь атаковать вирус? Да, конечно, только, ну, есть одна проблема. А, в смысле, я тоже могу удалиться навсегда с вирусом? Да, и никто не знает, что будет с тобой. В смысле, все-все? Значит, у нас нет другого выбора. Саша записывает обращение к своим подписчикам, где просит добавлять вирус в друзья. А затем загружает это видео в интернет. Каким, блять, образом, если вы вначале показали, что у нее нет доступа к аккаунтам? Вы меня взломали, я даже зайти никуда не могу. А если вы знаете, каким образом распространить видео без доступа к обширным площадкам, позвоните Мэтью МакКонахи и дайте ему совет, а то он за два года и 15 тысяч просмотров не собрал. Хотя, он, конечно, не Саш Спилберг. Нас нельзя обвинять в сценарной тупости. Вы поймите, что у нас было около 600 тысяч долларов бюр... бюджета. Ну некогда, некогда просто было думать о сценарии. Другие дела, другие. И если вы хотите мне сказать, ну чего ты, этот фильм для маленьких детей, поэтому он тупой, я вас спрошу, а почему Король Лев не тупой? Почему Бесконечная История не тупая? Почему Волшебник Страны Ос не тупой? История Игрушек, Винни-Пух, все эти фильмы ведь должны быть тупыми, они ведь для детей. Пожалуйста, не путайте. Фильмы для детей и дегенеративное дерьмо. Взломать блогеров дегенеративное дерьмо. Продолжим. Идея Дедоса, конечно же, не нравится вирусу. И начинается рассуждение про подписчиков Саши. Мне кажется, ты чего-то не понимаешь. Они полностью следуют всему, что я им скажу. Вот именно, в этом твоя ошибка. Они ни за кем не следуют. Они достаточно умны, чтобы отличить компьютерную программу от настоящего человека. Да и мыслят правильно. Я тоже в 9 лет был максималистом. И самое смешное, что далее по сюжету подписчики последуют за ней, когда она будет в обличии не человека, а скорее программы. Мне интересно, это сценарный просчет или тонкий троллинг подписоты. К слову, все это случится после того, как вирус попытается убить Сашу Аркадой. Они ни за кем не следуют. Ха, я же говорила. Подписчики Саши начинают добавлять в друзья вирус ВКонтакте. И потому что Саша популярный и запросов так много, вирус на стороннем сайте начинает глючить и зависает. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. Также Ваня и Марьяна живы по какой-то причине. Потому что добро, добро, сделай добро. Сделай его. Запомни, Ваня, ты настоящий мужик, лучший из всех, кого я знала. Бля, половые отношения. Потому что вирус завис, ребята могут отцифроваться обратно в реальность почему-то. Помощник же, в отличие от вируса, не завис, но с ребятами идти не хочет, говорит, что что-то придумали. Просто гений избавления от персонажей. Ох, блядь, а спец по компам через TeamViewer на маке переустанавливает Windows. На маке, блядь, переустанавливает Windows через TeamViewer, ааа. Ну, если вы думаете, что это всё, вы ошибаетесь. Ох, как ошибаетесь. Я скинул тебе на почту новый антивирус, ну, чтоб больше у тебя человечек по экрану не берет. Он надежный. Спасибо. Что бы я без тебя делала? Серьезно. Рекламировала бы другие товары в своих роликах и клипах. Это же очевидно, разве нет? Спасибо. В итоге Саша заходит в контакт и пишет Ивангаю. Ну или как-то так. На самом же деле Саша обретает сердце и сама лично предлагает идти на свиданку спецу по компам. Ну а Ивангай с Марьяной снимают ролик с Сашей Спилберг уже без оскорблений и на уровне отношения к ВНщике Эрнст. И в гостях у нас сегодня супер-мега-звезда. Угадайте, кто? Саша Спилберг! Мы же друзья, а друзья всегда плывут за другом. То есть это стоило 600 тысяч долларов. Ну а если мы прибавим сюда рекламу, то у них было больше миллиона. На секундочку. У фильма «Взломать блогеров» общий бюджет был сопоставим с фильмами «Пила», «Рейд», «Карты деньги», «Два ствола». У них был бюджет как у пяти бронсонов, как у 12 фильмов «Неадекватные люди». И абсолютно такой же, как у 43 фильмов «Клерки». Просто задумайтесь. А теперь вопрос. Что же они при создании фильма «Взломать блогеров» сделали такого, что не может сделать какой-нибудь человек с Ютуба при помощи парочки друзей без малейшего бюджета и рекламы в ролике? Ответ прост как пила. Дошло. Откуда такие догадки, спросите вы? Всё очень просто. У Тимура Бекмамбетова есть агентство под названием «Зет Эйдженси». Занимается оно рекламой у блогеров. Это агентство Тимур открыл вместе с отцом... Никогда не догадаетесь! Отцом главной героини фильма «Взломать блогеров». Спасибо. А именно с Александром Балковским. С ним же они взялись за фильм «Взломать блогеров». В титрах вы можете указывать хоть Иван Мэна, это без разницы. У Тимура Бекмамбетова огромное влияние в фонде кино. И, видимо, в совете фонда нет человека с яйцами, который готов был бы перечить. Поэтому на большинство проектов Тимура деньги выделяют. «Взломать блогеров» вышли при поддержке государства. Бюджет фильма составил 35 миллионов рублей. Рекламный бюджет 45 миллионов. Суммарно бюджет больше миллиона долларов. Кто-нибудь видел рекламу фильма «Взломать блогеров» на улицах? Или, может быть, по ТВ? Вот и я тоже не видел. Реклама была лишь в новостных YouTube пабликах. Это не стоит больших денег. А также на каналах участников самого The Agency. То есть вот это вот выглядит на 35 миллионов рублей, а вот это вот на 45? Конечно же выглядит. Просто расходы большие. «Базилевс» за продакшн, «The Agency» за рекламу. Реалия рынка. И даже если про рекламу могли и соврать, но 35 миллионов — это фактическая сумма, с которой ходили в фонд кино. И эту сумму в 99% случаев не уменьшают. Наоборот, идёт увеличение бюджета. Присово купите сюда тонну рекламы в самом фильме. Если после данного обзора вы действительно считаете, что этот фильм стоил тех денег, которые были заявлены, все претензии выражайте своему доктору, который делал вам лоботомию. Я уверен, что сборы фильма покрыли раза в два его продакшн. К слову, не надо говорить, что критиковать это кино, как пинать беззащитного — нет, это не беззащитный. Они пообещали сделать что-то хорошее, взяли денег, а когда их спрашивают, ну и где это хорошее, они падают на пол и прикидываются беззащитными. Но всем всё понятно, какой смысл в обзоре? Что это за обыденность в принятии дерьма? Какого хрена? Какого хрена это вообще выпускают? Нельзя закрывать глаза, нельзя про них молчать, их нужно клеймить. Людей, которые стоят за всем этим и осознанно создают такое, нужно клеймить. В переносном, естественно, значении. Прекрати. Не надо ни за кем бегать с раскалённой палкой. Просто нужно знать и помнить, что они делают, как мы знаем, что делал Воронков. И денег ему сейчас, кстати, не дают. Даже звонок мне с фразой «проломим голову» бюджета не поправил. Я сейчас сижу в неё и ем. Да, безусловно, случаются неудачи, даже великие режиссёры ошибаются, и кино выходит плохим. Но с фильмом «Взломать блогеров» никакой ошибки не было. Здесь осознанно лепили говно, ведь цель была в другом. Кстати, Тимур и его команда, вы меня помните, на съёмочной площадке фильма «Хардкор» виделись. Однажды вы заработали кредит доверия, и я отлично отношусь к «Ночному дозору». Также за «Хардкор» вам спасибо. Но в какой-то момент студия «Базилевс» и лично вы стали одержимы целью рубить бабло настолько, что мы видим «Взломать блогеров», «Ёлки пять», «Лохматые ёлки». И всё это без малейшей, самой минимальной капли старания. Всё это выблёвывается из вас, потому что вы знаете, что и так схавают. И я искренне желаю вашей студии, а также всем организаторам этого шабаша, стагнации, а потом и закрытия, вы этого заслуживаете, выпуская подобные картины. Ну а «Взломать блогеров» получает Михал Оскар за худший фильм 2016 года. Ну и номинацию названия худшего фильма за всю историю. Да, есть «Дети против волшебников», но согласитесь, в той агитке хотя бы было действие, хотя бы было развитие. Диалоги, в конце концов. Сейчас вас встретят и накормят свинцовыми пирогами! Наглый отмыв бабла — да, но смотреть тот отмыв было куда веселее и интереснее. Да и судя по действиям, стоил он дороже лицензионного бандикама. Зрители интернета, спасибо, что выслушали этот искренний крик боли. Да, я знаю, что всё это продолжится. Скорее всего, будет и хуже. Я каждый раз не верю, что будет хуже, но каждый раз российский кинематограф меня удивляет. И не кричать про это я не могу. Всего плохого. Субтитры сделал DimaTorzok